здравствуй зритель теперь я с этого телефона управляют камерой сейчас будет обзор по заявкам трудящихся и с разрешения посылал же во мне тут сегодня пришла буквально за пять дней я даже не знала что такое бывает из японии в углич посылка ну так как у нас емс они бывают и в угличе тут я даже уведомление не получила чисто отслеживала по сайту на котором посылки обычно смотрю по шаренша тупо в афиге ну и конкретно понимать это я не знаю как это понимать но там на япе короче в общем где-то я там подписалась отдала я из точнее отговорила так как у меня псмс получение теперь на почте всяких отправлений этот ход почтовый коробочку я вам не покажу ибо нефиг но в ней довольно дофига человек вообще в курсе что я вот этой хренью занимаюсь типа видеоблогер но я думаю это чисто чтобы она не подолбалась у меня тут целый пакетик люди это не пакетик это двухсторонний я сейчас не знаю или пакетик да это пакетик двухсторонняя пакетик пупырка да я буду снимать вот так что-то буду приближать и чтобы показать близи потому что от мне удобнее все так и так я знаю что вам там эти пустые баночки удобно когда лицо в пол монитора и рука примерно с лицо и вот эта баночка просто если на случай будут там вопли какие-то мне нифига не видно очка ну или просто ну как бы кому нифига не видно я в инстаграм телефона фотку конечно еще не до конца с этим телефоном забралась и в общем вот мы этих пупыры хоть запупырься роликов на 10 наверное но может меньше конечно насколько хватит когда этих пупырки жать ну в общем благодаря моему другу не скажу вам от кого имя низкого имя ибо сказано не говорить это одно из немногих правил которые вот там вот на страничке канала где это сообщество раздел вот эта стена ютубная я там писала как раз правило правило такое не скажу от кого ну короче человек постарался благодаря человеку я как запишу от асмр ну полопаем эти шарики целый огромный лист этих пупырок прям щелкой не хочу была б жива моя бабуся она полопала у меня еще есть одна подруга которая тоже любит эти лопать причем бабушу и подругу зовут одним именем дальше так как я уже распаковала и всеми своими вау ну почти всеми вау поделилась в личных сообщениях то я просто буду доставать но кое-что буду распаковывать уже при вас и вот это вау потому что я в глаза вот сегодня впервые в жизни увидела фигурку вот эти вот ну фигурки эти анимешные не анимешные короче фигурку мадоки впервые увидела во первых ну так как все знают кто не знает сейчас узнаете у меня всегда туго с этим вот попросить о чем-то и если я о чем-то попросила то мне потом так стеснительно стрёмно страшно и хочет спрятаться куда-нибудь и я пытаюсь это как-то ну обрисовать так что вот ну как бы это шутка была у человека была такая вот замечательная сумочка с qbm я когда-то давно ее видела на фотке вот-вот я на вытянутых руках ее показываю мне она так понравилась мне вообще было интересно чё это потом я спросила в этом году оказалось что-то сумочка в этом или в прошлом я уж не помню году в этом наверх году спросила оказалось что эта сумочка я решила что эта сумочка подойдет телефону вообще мне казалось что она слегка меньше ну или как-то так вот на фотке непонятно в сумочке что-то было я это потом обратно туда убрала вот чтобы потом достать короче сумочку теперь нас связывает эта сумочка короче говоря потому что я сказала а подари лёльке сумочку а потом написала типа потому что ну или какую вторую 2 не было в общем мне подарили сумочку но слушайте так неудобно было говорить после того ну точнее себя так странно чувствуешь когда попросила человека о чем-то о чем хочется попросить и она реально с это вот и как бы осуществилась плюс еще осуществилась в общем я буду стараться теперь быть как люди говорить о своих желаниях слух они в общем сумочка сумочка беленькая куб когда я тайплю у меня идет к юбей через и когда я уже вот это поняла вкус сканлейта стала совсем полностью самостоятельный но иногда я прошу помощи там что-нибудь склеить но моих пока еще ничего не приходилось склеить один раз мне ленка минстера москва помогала склеить страничку в первой по моему главе этой тарт магика в общем я значит человеку видел это кубе смысле кубей бэй 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 на конце обычно кубей е и мне типа почему там типа е не и вместо ею вот это гру мой стиль это я так хотела потому что в япе на самом деле же нету е там есть е или е ну а принято как бы вообще принято кубей все равно же читается то а пишется е я решила что раз читается то пусть так и пишется ибо нефиг в общем а в сумочке у нас хотя вот а сумочка а в сумочке у нас была саяка и еще вот я не поняла то ли это два брелка в одном то ли это такой брелок я потом уточню но хотя если среди вас есть кто-нибудь у кого вот эти вот бывают такие фигурки фанат этих фигурок кто понимает этих фигурках или возможно кто-то из вас даже смотрел мадоку вау читал нашу мангу которую мы с френдом проп сделали призрачная арка ребели он теперь уже магия рекорд и другая история хотя вот мне сказали что там будет еще и вторая манга по этой игре ну я не поняла эту мангу по игре переводить или нет в общем саяка саяка если то не в курсе подруга мадоки некоторые саяку считают ой за любви там стало короче но я не буду говорить об этом это если хотите можете в группу по мадоке в зайти там почитайте иногда там всякие ругани бывают относительно саяки я не фанат такой вот но мне тупо нравится в 2011 году впервые посмотрел аниме захотелось продолжение естественно там мангу еще что-то манги еще не было была к адзуми но я не знала что она была и может быть даже ее еще тогда в переводе то не было я нашла как-то параллельно манги смысле манга это параллельно аниме и я стала смотреть что похожее похожая была на ноха а потом меня как-то зацепила уже там как бы сессия все равно было в общем карта но меня зацепила я уже под конец забыла я вообще забыла что вот это мадока есть как-то она продолжается что кто-то там по ней фанате это когда мне в рейндроп этом месяца три уже как было дали на редакт первую главу призрачной арки вообще была уверена что мне дуль тупо дали что-то на замену потому что тогда вот как-то ну не было таких лет на своих вот проектов там была парочка который я пришла мне их дали ибо они чьи-то были ибо надо было переводить или дачить и я тогда вот как-то я тогда даже не знала что такое скандрейт что такое анлейт что вот это вообще такое не к скандрейту я уже как-то доходила до меня до меня не доходила смысл анлейта мне все так стрёмно было спрашивать а потом загуглила в яндекс ну короче говоря в общем мне дали этот редакт первой главы манги по мадоке еще когда редакт человек понимают блин что-то такое знакомо я ведь это смотрела это до меня доходит что того то самое аниме которое мне дофига так понравилось в общем это саяка микки саяка в одной из глав манги которую я перевожу почти инкома хамура тамура параллельные миры чего-то там она там очень быстро превращается в ведьму вообще слушайте когда это значит возможно даже смогу наверно рисовать уже это аниме в смысле рисовать в стиле аниме потому что я наконец-то вот я никогда не замечала как выглядит ведьма с этой самой саяки ну чё за хрень пародия что ли кто-то постебался что ли автор до меня не доходит что-то в принципе канон только другая история другой вариант истории другая рисовка фига себе это вот это вот вот это вот странненькая с руками его чем-то таким это вот ведьма саяки вот тут у нас вообще я хз чу это тут какая-то русалка я потом спрошу человека вообще мне кажется что это чем-то смахивает на какие-то кёка что мне вроде такой мечик был но так как я не знаю какая ведьма у кёка и да если все-таки тут будет какой-то фанат мадоки прости пожалуйста я когда стала заниматься судзуны мне тупо хотелось какую-нибудь мангу а там мне зацепило то что девчонка всех может сама эта трагизма до меня дошла уже пользу после как я ее практически релизнула так я стала хотела заниматься исключительно потому что там история затрагивается сама эта тема что в последней серии первых вот этих двух фильмов или первого вот это аниме мадоки там где-то вот мадока подлетает водоками и там жанна сгорает на костре тарт которая до меня это вообще не доходило и вообще люди но если начинаете как я только-только вот начинаете сканлетить сами по себе вне команды никогда не читайте аннотацию я вот прочитала аннотацию на одном в одном месте относительно тарт что там тарт стала волшебницей потому что умерла ее сестра что потому что ведьма напала на ее сестру ну чё в первых двух главах как-то так и было но по сюжету но по аннотации она не подходила вообще и только в третьей главе я поняла прикол вообще как-то это когда лучше переводишь на чисто почти вот заново вот так сел переводить ничего не знаешь и переводишь хотя вот иногда все-таки лучше знать предысторию я начинала приводить трендрукс для меня иногда сложновато было помню такие ляпы что я переводила аннотации переводчика англичанина который переводил с япон на инглиш я переводила там переводчик пишет типа а вот это я не буду переводить потому что мне лень я это перевожу потом мне наша яси сказала что это не надо переводить потому что тот кто за мной редачил это оставлял в итоге я помню товарищи насекомые и прочее с ними очень феерично обсуждали фестиваль влюбленных где вот эти куски а вот это я не буду переводить а лёля перевела потому что так было написано на инглише сейчас с этим как-то легче я некоторые слова который не переводит англичанин по какой-то причине или француз но француз обычно переводится английского хотя вообще слушать о того кто-то перевел с я поперим английский с ингресс перв mill in front of enfant францию которая переводит наast tinea по на францы медима почему то нет но оно так умолен встречала те которые так переводят они тоже как-то с английского берут все это короче вот Испанцы, они тупо с япа переводят, итальянцы тупо с япа переводят, а остальные почему-то, видимо, с инглиша на франце. В общем, я там закончила на том, что некоторые слова, которые англичане по какой-то причине не приводят, а я их при этом могу разобрать, то я через пару сайтов как бы их перевожу. Есть один сайт, не помню название, но там можно и на ромадзе писать, и на японском, ну, в смысле, на Кане и так далее. И оно тебе как бы переведёт это на английский, а ты уже переводишь на русский. Если совсем не понимают, то приходится просить помощь. Ну, вот чаще бывает так, уже заметила, что в аниме слова, которые, ну, иногда там озвучка как бы есть, не особо громко слышно япа или просто сабы. И сабы, если на русском или на инглише, то в каком-то ином языке я эти слова понимаю, я их уже даже понимать понимаю. Хотя вот так получилось, что за последний год, ну, у меня то густо, то пусто. Вот последние несколько недель, две, три у меня не очень получалось так заниматься, так исключительно какие-то упражнения чисто, а вот это, учитывая, что из-за телефона у меня получилось так, что мой усагикун заново обновился и всё полностью там стёрлось. И надо, чтобы вот как-то оно было всё постепенно, там вот как бы пройденное отмечалось, надо заново это уже проходить. Но из-за того, что я уже те моменты, которые как бы раньше изучила, знаю, то они у меня как бы быстрее идут. Ну, повторение мать учения, да, ну, в общем, телефон мы пока куда-сюда положим. В общем, тут у нас чья-то ведьма, хвостик просто русалочий, я не помню, у кого там русалочий хвостик. Я вообще всех ведьм не знаю, мне тупо тут было интересно, кем была, что за волшебница была, которой потом стала эта ведьма Вальпурга, Вальпурге Иваночь, но я её называю Вальпурга. Вот в последней главе Тамуры меня что-то склинило, я её вызвала Вальпурге Иваночь. А в предпоследних главах первых трёх, если она была, то она именно была Вальпурга. Но хотя четвёртая глава, она такая, мне кажется, такая трагичная. Там наконец-то прониклась этой трагичностью Хамуры. Ну, до меня доходит, когда утки, не знаю, на какие сутки в 2011 году смотрела, в 2018-м я эту главу выпускала, до меня так частично чё-то всё доходит. В этой главе я когда начала переводить, у меня там из десяти страничек только одна сделана. Из-за вот этого дня варенья у меня не получилось. К дню варенья сделать, ну, одну страничку всё же делала, я уже её сделала. Снова Вальпургой. В общем, я не знаю, как выглядит, не знаю, что за волшебница была, которая стала Вальпургой. Меня тоже спрашивали как-то... Причём люди думали, что если я перевожу Тарт, переводила Судзуна и ещё и перевожу Тамуру, то я в этом понимать. А я вообще, я на таком уровне любителя, что даже стрёмно. В общем, вот у нас тут Кюбе с Саякой. Я не буду её присобачивать на ключи. Знаю я этот район. У меня был брелочек с аниме «Чёрный дворецкий». Так у меня и ключ отвалился, потерялся, и брелочек на нём. Ладно бы брелочек хрен с вами забрали, но хоть ключ верните. Так что как-то опасно это. Оно у меня дома будет усидеть. Дальше у нас конфетки, которые уже были в Инстаграме. Я хотела загуглить, но я ещё не гуглила. Я так поняла, как это какая-то японская фирма. Мари оригинал свитц... Оригинальные, настоящие сладости от Мари Мэри. Там пять конфеток. Вот. Я ещё что заметила. Тут вот это су, она... Ну, некоторые, короче, канки, они пишутся слегка меньше, чем другие. При этом вот не меньше того размера, как маленькие гласные буковки или ЦУТ. Это вот, которые удваивают согласную после неё идущую. А вот просто... Чё у нас тут? ГУ-РЕ-И-СЯ. Короче, вот внизу тут посередине написано... Мари Чокуретто. Кама... Пани... Кампани. Потом кто-нибудь... А, ну... Если на секе это не обсудят, это будет как-то даже удивительно. Там они новую страницу начали. Я так почитала вчера. Поржала от деца. В общем, сейчас аккуратненько это достану. Одну конфетку я уже схомячила. Кто на Инстаграм подписан или просто на мою страницу ВКонтакте, потому что из Инстаграма идёт интеграция ВКонтакт, то видели. Пока это... Так как это отправлялось в День Святого Валентина, моё день рождения, то... Ну, как бы обычно в Японии девочки дарят мальчикам шоколад, тут наоборот. Гра-си-у. Гра-си-у. Я почему-то сначала вообще подумала, что это на франце, но как бы эс пишется на английском, а не на французском. Так. Лапка дрожит. Конфетки из-за этого. Тоже там звуки издают. Кстати, я только сейчас унюхала запах шоколада. Тут была одна конфетка. Как бы так показать-то... Как бы так показать-то, чтобы оно не упало. Короче, я тупо буду заставать. Я даже приближу сейчас это. А вот конфетка. Вот конфетка. Ой, тут же ножопки есть. Тогда я, короче, сейчас не буду вам это всё показывать. Я сейчас это удалю. Отдалю, точнее. Отдались обратно. Тут у меня не то, что у телефона больше, чем на предыдущем. Короче, здесь же есть, вот как они выглядят. Тут даже показано, что тут бумажечку, видимо, надо снять. Ну, для тех, кто не понял. Но я бумажечку есть не буду. Вообще я буду как одна японка. Есть по одной конфетке в день. Ибо нефиг. Никому не дам сам схомячу. Тут это, почему-то, блин, пять штук было. У прямоугольной, точнее, у квадратной конфетки была начинка такая. Ну, как вот воздушный рис или что-то такое. Короче, вот что-то такое. В общем, вот такая коробочка. Замечательная. Японских конфеток из Японии. Дальше у нас. А дальше вот пойдёт сейчас распаковка. Человек постарался. Блин, надо было взять какие-нибудь ножницы. Я тут уже на паузу нажимала, но я уже, кажется, умудрилась отцепать. Чувствую этот ролик. Я буду, наверное, уже монтировать. Наверное. Ой. Откресенье. Может быть, завтра. Я вообще сегодня планировала там уже слегка попереводить. И думала даже на турники дойти. Ну, как бы, самое интересное, там снега вообще нет уже. Всё стаяло. Но к ним подойти, это надо уметь летать, потому что там лёд. Вот так вот это со всех сторон. Я вообще сегодня видела, когда шла на почту забирать посылочку, что подъехала машина, и на ней, значит, или вчера это было, короче, подъехала машина, из неё мужики вытащили песок, но этот песок почему-то, я не знаю, ну, чё такое, чё запрещает нашим этим товарищам, которые вот это жил в сервисе, или как их там, запрещают им посыпать полностью, вот где скользко, этот песочком, потому что там, где не скользко, вот ты дома выходишь, там как бы снег, не скользко. Ну, ладно, чуть-чуть скользко, хорошо иногда бывает, песочком посыпали. Но эти ребята из жилсервиса, они что, сами умеют летать? Я думаю, что остальные летают? Ну, как бы, вот здесь вот прошёл, дальше полетел. Потому что, как бы, ну, не пройдёшь, там скользко. И дальше ещё вот так вот, как-то загадочно. В чём мой там? Первая в жизни фигурка Мадокин. Первая в жизни фигурка вообще. Показать их. Всё, это там ещё пакетик. Фигурка Ебуней. Ух ты, я думала, она меньше. Когда мне фотку человек показал, я думала, она вот такая какая-нибудь. Прикольно. Ой, она там шевелится, слушайте. Сейчас будем так аккуратно рассобачить. Надо было, наверное, ножик здесь. Ножницы. пакетик, пакетик, а в нём ещё пакетик. Может мне как-то это отъехать или приблизиться, как это, чтобы было-то видно, чего это тут. ой, иди сюда, Мадока. Она куда-то тут вставляется, да? А как её вставить? В общем, ладно, я потом без камеры посмотрю, как её вставить. Я так поняла, что вот это вот, оно как-то раздвигается. Кот у меня там насилует другую коробочку. А сюда вставляется зонтик, я поняла. В общем, слушайте, такую миленькую. Вот, а. Близи. И я заодно вблизи. Так, наверное. Собери меня. Тот, кто никогда этого не делал. Я, в принципе, вижу, куда вот тут это сувать, но я что-то пасть пока не могу. Ладно, оставим. В общем, у неё голова кружится. У неё, наверное, рука поднимается. потому что там зонтик был. Выходи, прикольная какая. Во. В общем, вот я пока это отложу сейчас. А потом уже соберу. Если кому надо, то скажите, я включу эту с большой высоты штатив. И будет видно, как я это собираю. Вот тут у нас мне сказали, что там зонтик, короче, руки какие-то дополнительные и два лица. Я вообще вот, ну как бы я читала там про фигурки, что пишут в группе по Мадоке, что там лица, ещё что-то дополнительное. Для меня это такой какой-то шок был, вообще не представляла, как это. Я думала, это вот, ну вот просто, ну не так, как короче, оно выглядит. Вот. Распаковывать не буду пока просто покажу. А, там вот эта мелочь, оно в отдельном пакетике. Прикольно. Так. И ещё там зонтик этот. Вот что, зонтик с рукой. Вот сейчас его я распакую и попробую в неё вставить. Так. Распакуй меня, если сможешь... Ой, я вижу кусочек скотча. Всё-таки надо было этот нож связать. Ой. Эй. Отсобачься. Завтра я просто обедана буду на воздух куда-нибудь подальше скоммунизиться частично пешим. У меня же там ещё 15-ти процентная скидка на сладкое в пятёрке. Мне сегодня даже на мыло пришло, типа, вы помните про ваш подарок? А то он типа сгорит, а вы не потратитесь. пакетик у меня этих пакетиков теперь. Ими можно пошуршать. Рука. Слушайте, вот так не знаю, что это такое этот. Рука. Может кого-нибудь напугать. Слушайте, какая прелесть. Зонтик. Я не поняла, или мне сказали, что он складной, или там просто зонтик замененный. В общем, я не буду рисковать его складывать. Но я попробую сейчас его ей вставить. Иди сюда, Мадока. Вообще, у меня что-то похожее было в детстве. Вот эти мышки такие. У меня они даже где-то есть. Я, возможно, еще в той квартире их обозревала. Может, только не полноценно, но так конкретно. И там тоже руки такие вставлялись. Но я не помню, их собирать надо было или как. Так, как мне тебя вставить? Человек захотел фигурку Мадоки даже не в курсах, как ее вот так это. А у Мадоками не обессудь. Человек ведь это как-то так. Мне же фотка была, как она выглядит. потом по фотке глянуть, как она выглядит, а то я что-то может, наверное, не так делаю. Сталось только ее присобачить. Вообще, я обещала этой Мадоке. Но я не знала, какая Мадока будет. На самом деле, что она у меня будет рядом с монитором стоять. Вот, Мадока. Мадока. Дальше у нас вот такой покрытик. Там тоже кое-что. На самом деле, я уже практически все видела. чтобы вот это то, что обозревало при вас, распаковывало. было. Уже именно только при вас. Так, вот тут у нас, я так понимаю, это наклички какие-то. Тут цветочек с журавликом, ботонок какой-то типа веера, кружочек. Еще журавлик уже летит, небумажный. Еще какая-то фигня знакомая забыла, как звать. Рыбка. Я поняла, что это есть. Хотя я уже два раза ела. Так, уди. Что-то тут нажал на этом телефоне. Бубенчик. У меня еще троллели по поводу судзу, это бубенчик, судзу не. Ну и что, у судзу в волосах бубенчик, который от собаки достался. Тут у нас две совы. Я не знаю, человек кушает, что мне совы нравятся. Хотя я одну сову из кежей подарила потом подружке одной. О, у меня есть такой уже манеки неко, точнее неко. Да, манеки неко, который мне из Японии Алена присылала. Вот наклейки. Так, то они у меня в монитор не влазят. Бубенчик, веерочек, манеки неко, опять этот бочонок, я не помню, что это за бочонки. Забыла, но в каком-то аниме были. Так, два журавлика, юла, у меня в детстве была юла, но ее больше нету. И еще сова, только в другую сторону и поменьше. Еще какая-то фигнюшка, еще одна манеки и рыбка, рыбка. Я бы тебя съела. Сделано в Японии. Слушайте, я раньше залипала на такие наклейки, ну, в школе еще так потом. У меня еще они где-то были лет до 20, где-то на всяком-всяком. Вот я просто обязана на несколько штук, так как я все языки, которые изучала когда-либо, даже те, которые уже не помню, пишу от руки. Ибо у меня иначе оно не очень запоминается, а от руки у меня запоминается хорошо сразу в голове откладывается. Вот у меня есть два блокнотика такие под слова. Ну, на этом, на Кане, Хиракане. Катакана, Хиракана. На Кане, короче говоря. И там под фразы, и вот я их туда из приложенька выписываю. красненьким пишу яб, синеньким пишу русский. Ну, и как транскрипция, как читается, как на романде, как по Поливанову. Вот я туда наклею по штучке. На одной из них у меня вообще, вот, ну, на первой тетрадочке, первая часть, с другой стороны у меня наклейка лучок с двери стеклянной, часть там стеклянной двери была с кухни и с моей предыдущей квартиры. Ну, так как все равно бы она там осталась, а я решила ее собачить и наклеила. Как-то так. В общем, наклеечка. Я, наверное, уже обратно, когда засовывала, неправильно засунула. Может быть, это крыш ногами было. Ну, короче, тут четыре таких маленьких конвертика и четыре таких маленьких штуковины. Тоже сделано в Японии. Я думаю, это вот мне как один мой бывший верующий присылал из Китая, привозил точнее, ну, и присылал, соответственно. Там были такие конвертики, ну, под денежку типа дарите. Я вот их использую по назначению. А это, наверное, как приглашалки или что-то такое. Тетя Валя, когда мне пишет ответ, я ей потом вот это одну из них вложу. Не знаю, почтой Рашки вот такое, наверное, не дойдет. тут марка приклеится и оно потеряется где-нибудь в этой почте Рашки. Вот такое вообще крутое, клевенькое. А можно что-нибудь нарисовать или написать. Нужно даже убрать. как оно убирается. Уберись. И оно даже не заклеивается, да, после Рашки оно бы не нашло, потому что оно не заклеивается. Оно просто вот так вот суется. Во! Крут. Сейчас вот это обратно убрать. ой, не так. Не так, не так. А вот дальше Саулгем, но я не помню, он чей, я по цветам не помню. Вообще тут есть что-нибудь? Ну, написано может что? Помимо Аниплекса. Самое интересное, что я короче как-то по сайтам лазала всем этих типа Али, там еще всякое Джум и так далее и вот ну видела вот это вот. Но так как там в отзывах обычно писалось что ну как обычно кот в мешке то я как-то не рискнула просто скидала человеку что типа вот такая штука. Ее наверное можно на ключи присобачить потому что тут вот ну или еще куда-нибудь на телефон можно присобачить вообще телефон у тебя есть какие-нибудь дырки которым можно это присобачить вот как на кирпичиках типа Nokia было желтенький Soul Game да потом гляну вообще кому желтенький Soul Game принадлежал потому что у Мадокии вот не помню у Камуры он у меня по-моему фиолетовый как-то так а дальше то про что я слышала еще в Японии есть традиция такие не знаю как сейчас ну вот несколько лет назад она говорила что она была эта традиция бабушки моей на 85 или на 80 ну на сколько это там лет она дарила что-то такое на день рождения день рождения отмечали какой-то юбилей короче был у деревни она приносила я не помню еще но там были короче яблоки она их вот так вот платочек завядала этот платочек у меня сохранился я его использую иногда как на этот свой маленький столик который типа как табуреточка но на котором я иногда клиню тут последний раз я на этом столике асмр с третьим каталогом Эвана делала да я помню запишу постараюсь на этой неделе асмр каталогов как и обещала короче она берется платочек туда все зафигачивает завязывается такая сумочка ему дарится подарок вот тут я сначала думала что-то такое я забыла как оно называться как я уже говорила мне человек сказал я загуглила и оказалась та самая штука тут журавлики нарисованы которые ну как вот эти бумажные журавлики оригами только они будто бы такие тряпочные но при этом бумажные и вообще как мне сказали оно меня очень давно ждало но по разным причинам в основе из-за моей этой то депрессивное то агрессивное то непонятное то это самое как оно там чувство собственной значимости ниже принтуса самомнение или как оно а вот это вообще ну как бы есть два аниме которые мне очень нравятся и к редакту одной вещи по одному аниме я даже чуть-чуть приложилась но как-то оно все все-таки одеваюсь зависло короче Юки Юна собственной персоной фалик мне так получилось что что-то вообще как-то фаликов нету все какие были я или раздала там ну когда приехала сюда по людям или раздала по людям какие-то такие фалики у меня еще ну как бы такие папочки были но они по-моему тоже как-то или не пережили переезда или не пережили совсем вообще не выжили так крепко приклеена отдели меня люля наклеечка я этот пакетик сохраню потому что наклеечка той фирмы группы или как она казакава я их аниме люблю у них обычно если аниме то обязательно очень хорошее сто процентов что мне понравится без разницы какое фалик сюда можно какие-нибудь эти ценные бумажки фигачить у меня какие-то там есть но они у меня как-то лежат разнобой теперь есть куда положить 2017 года я не помню как зовут этого чувака и вообще он мне иногда напоминает Кьюбэ и вообще мы думаем что это легкий косплей с Мадоки но тоже смотрите розоволошная девочка Юки Юна та же самая Мадока Канаме тут же самый практически Кьюбэ ну правда он там это кстати я тут аниме засмотрела на днях вчера буквально там чувак такой был такой старпер типа вот я ищу бойцов людей с потенциалом бойца ну прям вот Кьюбэ я ищу девочек с потенциалом волшебницы вот тут у нас он вроде правда не ищет потенциал волшебницы у него какое-то такое погоняло странненькое вот оно у меня на языке крутится но я его не помню он похож на корову вот этот цветочек но так как Юну я давно не читала не смотрела то я не помню Манкай кажется цветочек хотя состою в этой самой группе по Юне малочисленной но все же у меня тут такая баррикада вообще на ноутбуке лежит все в общем мы наверное с Саякой Саяка ты где? я тебя тут положила где-то вблизи да всем вблизи мы с Саякой из Кьюбэ шлем вам привет всем спасибо за просмотр улыбиться все-таки лицо а весь экран сейчас уже без телефона я знаю что я могу не увидеть что-то как однажды не увидела магнитик в письме одной подписчице наклеечку в письме от нашей команды и поэтому на всякий случай залезла вытряхнула все и увидела такие этот самый грифсит семя смерти семя как его там блин как его звать семя скорби да как бы тебе показать он наверное к чему-то крепится в общем вот семя скорби я его позвала семя смерти я даже не буду этого резать пусть так и будет хотя я буду это все монтировать потому что там снималось не за раз ути блин офигеть все в полном комплекте этот саулгем ведьма волшебница две штука и еще этот самый семя скорби если что я им очищу свой саулгем как бы это прицепить там так да теперь точно все я конечно понимаю что возможно это моя невнимательность когда я до конца не провериваю конвертики но теперь-то я полностью проверила до конца и вообще видимо что-то сегодня еще случилось потому что когда мне там одно существо что-то писало мне было настолько весело с этого всего и да телефон теперь вот здесь ну дома он наверное тут будет лежать хотя может если куда-то вот так брать в ту сумку что мне сестры подарили оно может быть и не знаю влезть не влезть надо смотреть но вот если в другую сумку ложить то в принципе можно но так вот пошел куда-то в гость телефон там правда если вот так вот чисто пошел куда-то то он у меня обычно куртки в кармашке на груди а куда я делала только что я тут маленькую хрень-то вот она я сложу вот что маленькую хрень надо сложить сюда пока маленькая штучка эээ грифсит не обижайся что я тебе маленькой хренью назовала и вы тоже это исключительный сленг лёдик пакетик что пакетик файлик конфеты я вообще пообещала в день по штучке съесть я бы сейчас все съела я думаю просто надо покушать завтра съедим еще одну наклеечки наклеечки сюда не влезет а вот это вот влезет я пока сюда положу я как-то так приблизилась сильно и может быть даже не видно я только говорю тут что там так пакетик мы еще один уберем тут стоячка стойка или как там ну фигня на которой это стоит короче так как остальные пакетик были исключительно прозрачные то я не могла еще что-то тут про славу почить я на всякий случай гляну коробку вам коробку не покажу ибо там да там там наклейка этой самой откуда она отправлялась еще кое-что ну я думаю что теперь я вроде как все теперь точно всем пока и всем спасибо кто осилил до конца даже до самого конца потому что конца тут было два сначала совсем а потом о-о-о я что-то ведь пропустила надо записать а то как так-то е-мое раз уж дали добро на полностью обзор всем всем пока всем этой самой мадоке